Православные верующие всего мира наконец-таки дождались самого главного праздника Пасхи. Христово Воскресение — это основа веры, это символ победы над смертью и вечной жизни в любви и добре. О том, как прошел этот светлый праздник в Ленинском районе, в репортаже Юлии Погасьян. Из года в год в каждой церкви по всей стране собираются люди, чтобы прочувствовать это святое таинство Христового Воскресения. К этому событию верующие готовятся сорокадневным Великим Постом. Воскресение Христово — это основа нашей веры, поэтому посвященный данному событию праздник Пасха именуется торжеством из торжеств. Вечером Великую Субботу в храмы стекаются верующие. Священнослужители читают книгу деяний святых апостолов, повествующую об их проповеди воскресения Сына Божьего. Они облачаются в белые одежды и в полночь начинают пасхальный крестный ход. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим многобеджиму дарова. Этим песнопением Владыка Тихон, настоятель Свято-Екатериненского монастыря, по завершению крестного хода возгласил о воскресении Христа. После этого в храме продолжилось пасхальное богослужение. Священнослужители облачились в праздничные красные одеяния и на протяжении всей службы объявляли торжественную весть. Христос воскресе из мертвых, воскресе из мертвых, воскресе из мертвых, воскресе из мертвых. На пасхальной службе в Свято-Екатериненском монастыре присутствовал глава Ленинского района Сергей Кошман. Он поприветствовал прихожан и поздравил со светлым праздником. Я убежден, что светлый праздник, который сегодня мы широко празднуем, как праздник из праздников, всех нас вместе с вами будут подвигать на большие, добрые и светлые дела. Христос воскресе! Христос воскресе! Глава района преподнес Владыке Тихону пасхальный подарок – деревянное яйцо, украшенное росписью. Традиция одарения яиц имеет глубокий смысл. Оно является символом жизни и служит для нас образом воскресения Господня. Поэтому и Владыка одарил верующих этим символом радости. После богослужения в Свято-Екатериненском монастыре Сергей Кошман направился в Георгиевский храм города Видное. Здесь он также обменялся подарками с настоятелем отцом Михаилом. Я поздравляю всех вас с праздником. Всем нам я желаю радости. Радости духовной, той радости, которая укрепляет верующего человека, помогая ему преодолевать искушения, помогая ему жить в этом сложном и метущемся мире. Христос воскресе! Теперь в течение 40 дней до Вознесения Господня люди, встречая друг друга, будут делиться этой радостью, возглашая слова «Христос воскресе!» и слыша в ответ «Воистину воскресе!» Юлия Погосян, Алексей Ильин, Константин Брылов, Наталья Буслаева. Видное ТВ.